Прошу вас, чтобы вы открыли первое послание Коринфянам 2 главу. Я хочу сегодня, чтобы мы с вами поговорили о мудрости. Кто из вас встречал мудрых людей в своей жизни? Кто из вас не встречал мудрых людей? Значит, встречал других, да? Не очень мудрых. Бог много говорит о мудрости. Бог призывает людей быть мудрыми. Мы не каждый день встречаем мудрых людей, но сами хотим быть такими. Я еще не встретил ни одного человека, который сказал бы, я хочу быть дурачком. Вот даже с неверушками не встречаешь, они говорят, да, мудрость надо, мудрость нужна. Я хочу быть мудрым, я там ищу советы, какие-то книги читают и так далее. Вообще, говоря о вере в Бога, то мудрость это как масло для лампы. Знаете, раньше были масляные лампы, да, они работали на масло. Вот есть масло, свет горит. Нет масла. Зажигай нам сколько хочешь, свет не будет гореть. Вот наша вера, она должна питаться и мудростью в том числе. Я не говорю только этим. Но и мудростью в том числе. Это один из таких компонентов жизни, которые мы с вами пропускать не должны. Сегодня я хочу поговорить о трех вещах. Мудрость Божия, она имеет дух смирения, во-первых. Мудрость Божия, она не ответа всего. Мы поговорим почему. Мы поговорим о том, что мудрость Бога от Духа Божьего. Первая Коринфянам, вторая глава. Мы с вами сегодня будем разбирать стих за стихом. Не всю главу, но очень много стихов оттуда. Будем читать и смотреть, что же Бог... Чему Бог нас учит о мудрости? Апостол Павел, когда писал это письмо Коринфянской церкви, он делал очень большой акцент на том, что церковь должна быть едина. И это была одна из проблем этой церкви. Они не были едины. Они вроде бы собирались вместе. Вроде бы у них были какие-то общие цели. Но их разобщение было связано с тем, что они находили себе человеческие герои. Кто-то говорил, я Павлов. Кто-то говорил, да нет, Павел никто. Кто-то у нас был Аполлос такой, проповедник. Я за ними и так далее и тому подобное. И вот появились такие культы личности. К сожалению, в христианстве бывает такое. Культ личности. Так смотрят на человека, что забывают про Бога. Им кажется, что если этот человек, ну если его не будет, если он что-то не скажет, что-то не сделает, мир, ну, захочет просто свое существование, церковь рассыпется и так далее и тому подобное. И это неправильно, потому что это не служит единству церкви. Единству церкви служит тогда, когда все люди смотрят на Иисуса Христа. Потому что когда люди смотрят на людей, вы знаете, что это делает с Иисусом Христом? Это его унижает и упраздняет. Люди перестают видеть крест Голкова, они перестают видеть жертву Христа за их грехи. Они заинтересованы личностями, и это, конечно же, сказывается и на единственной церкви. И для того, чтобы показать, в чем был план Божий, а план был в том, чтобы Бог берет грешного человека, который не способен любить ближних, который любит грех, который живет в грехе, который воюет против Бога, активно или пассивно, неважно. И вот план Божий взять вот такое вот слабое, ничего не значащее. Взять тех, на которых даже мир, уже как у нас говорят, поставил крест. И сделать из них детей Божьих, которым Бог являет свою славу. Знаете, Божья мудрость не является через сильных мира сего. Правителей, людей с деньгами и так далее. Нет. Божья слава является тогда, когда что-то такое, на чем... Ну, никто бы не подумал, что с этого человека хоть что-то получится. Бог уберет этого человека и начинает работать в его сердце. И через него являет свою славу. Так изменяет его жизнь, что все вокруг начинают удивляться. И это делает мудрость Божья. И Бог хочет, чтобы через церковь была видна мудрость Божья. Мы с вами сейчас об этом поговорим. Итак, первое. Мудрость Божья имеет дух смирения. Условно говорим, дух смирения. Мудрость Божья, она всегда смиренная. Она никогда не гордится. Давайте прочитаем первые пять стихов. Павел говорит, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Итак, Павел начинает вот эту главу, он рассказывает о том, как он пришел в город Каримф, и он говорит, что «Когда я к вам пришел, я посчитал нужным, самое важное, быть смиренным человеком». И он действительно был в смирении. Потому что сила Евангелия не заключается в людях. Сила Евангелия не в тарах, талантах, деньгах, возможностях, зданиях и так далее. Сила Евангелия всегда в смирении и к родости сердца человеческого. Нам нужно взвешивать, насколько мы сменены перед Богом сегодня. Подумайте только о прошлом апостола Павла. Он был евреем, вырос в фарисейском обществе, был религиозным человеком, много знал, изучал Библию всю свою жизнь. Написано, что он учился у ног Гамалиила, великого учителя Ветхого Завета. То есть он мог прийти в любое общество, открыть Писание и научить всех жизни, как у нас говорят. Он знал больше, чем один иностранный язык, несколько языков знал. Он умел писать, умел читать. В коринфе много из язычников не умели даже это делать. Он был очень одаренным человеком, можно сказать, что он был ученым того времени. Но он говорит, когда я к вам пришел, я предпочел, чтобы вы ничего это не знали обо мне. Он о себе не рассказывал, что он такой. Более того, помните, как он обратился к Богу? Он не просто там в один день покаялся. Христос лично пришел, остановил его на пути. Яркий свет, голос. Павел, что ты гонишь меня? Ты не можешь жить против вражнавших. Смерть тебе, если ты идешь против меня? Он раскаивается. Он 14 лет в одной церкви, он потом начинает свою миссионерскую деятельность. В общем, если хотите думать о человеке, которому было чем гордиться, так это был Павел. Апостол Павел, ему было чем гордиться? Однако он говорит, я когда к вам пришел? Я когда к вам пришел? Я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Христа, и причем Христа распятого. И если человек хочет опираться на свои какие-то знакомства, знания и возможности, то это очень сильно делает его гордым человеком. Вы согласитесь? Чем больше человек о себе рассказывает, тем больше он вовлекается. Давай, давай я тебе расскажу, какой я. Вот я такой, такой, такой. И тогда упраздняется Христос, тогда упраздняется крест головов, и он говорит, я когда пришел, я предпочел, чтобы вы обо мне даже ничего не знали, но чтобы от меня вы знали только одну вещь, что я знаю Христа, который умер, с самой позорной смертью за меня, грешника, и за каждого из вас. Для Бога важно смиренное человеческое сердце. Вот что важно. Если вы хотите быть мудрым человеком, если мы хотим быть мудрыми людьми, я себя не исключаю, то нам надо научиться быть смиренными. Да? Смирение это великое качество, которое не у всех есть. У нас в стране иногда люди путают две вещи. Скромность и смирение. И это абсолютно разные вещи. Есть очень скромные люди, но такие гордые. Они гордые своей скромностью. То есть люди смиренные. Вопрос, кем мы хотим быть. Интересно, что когда Павел пришел в Каринф, он даже очень смиренно начал там свою жизнь. Диане Апостолов, в книге Диане Апостолов, в 18 главе написано, что когда он туда пришел, он нашел двух людей. Акил и Прискил. Это была семейная пара, это евреи были, которых изгнали из Рима. Император из Долга всех людей выгнали оттуда, и они тоже убежали. И вот он их нашел, написано, по одинаковости и ремесла оставался у них и работал. Ибо ремеслом им было дело не палаток. Во всякую же субботу он говорил в Синагоге, убеждая иудеев и еленов. Когда пришли из Македонии силой Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрядшая одежды своей, сказал им, кровь ваша на головах ваших. Я чисто отныне иду к язычникам. То есть он всегда шел сначала к евреям. И он слушал их, не одну неделю слушал. Потом пришли братья, и он в этот момент начал рассказывать о Христе. Они не приняли, и он говорит, все, я иду к язычникам. Он пошел туда, пришел к некому, стущему Бога именем Юсту, которого дом был возле синагоги. Крис, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. Многие из корейфян, слушая его, уверовали и крестились. Так началась первая церковь. Павел не пришел и сказал, ребята, сядьте, я вам сейчас расскажу, в чем смысл жизни. Нет. Он был среди них, он слушал их, он с ними разговаривал, и в нужный момент он начал проповедовать о Иисусе Христе. Кто-то отверг, кто-то принял Евангелие. Но так зарождалась, так началась община в Коринфе. И вы знаете, Бог всегда начинает со смирения человека. Если вы хотите увидеть какое-то добро в вашей жизни или во вслужении другим людям, нужно начинать со своего сердца, нужно начинать со смирения. Не надо никогда хвалиться собой, хвалиться тем, кого вы знаете, что вы сделаете, что вы можете и так далее. Это неправильно. Если вы знаете Христа, хвалитесь Христом, и это будет самое верное. Это есть та самая мудрость, о которой мы с вами говорим, потому что мудрость Божия, она всегда смиренна, она всегда кроткая. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том, как этого Павел говорит, я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Павел смиренно пришел, и знаете, что он сделал в Коринфе? Устроился на работу. Вот такое у него миссионерство было. Он пошел, устроился на работу, и он работал своими руками. Он показывал людям, что такое настоящая жизнь Господа, что кричать, и руководить, и говорить, это тоже надо иметь призвание, но все хотят этого. Он устроился на работу, он был простым разнорабочим, и он показал, что такое любить людей, такие, какие они есть. Для всех я сделал, со всем, он позже напишет в этом послании, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. сегодня некоторым трудно спуститься на уровень другого человека. Ну, это не означает, что если я хочу, ну, там, бездомным проповедовать Евангелие, это уйти из дома, там, где-то неделю жить на улице, и потом... И об этом речь идет. Речь идет о том, что человек должен уметь спуститься на уровень другого человека, для того, чтобы донести до них Евангелие. Это смирение, это Божья мудрость. Не рассказать ему, как следующее его проповедь, о том, как Бог его любит. И это он будет в свое время. Но сначала смириться на уровень того человека, кому мы хотим послужить. Вы знаете, так поступил Иисус Христос, чтобы достигнуть нас, грешных людей, Царь Вселенной, Царь Царей, Творец, Который задумал и сотворил этот мир, принял на себя, и мы сейчас празднуем, скоро образ человечества. Вы знаете, какое-то смирение для Бога. Это великое смирение принять на себя тело, которое ты задумал, задумал его ограниченным, и потом принять на себя это тело. И стать, написано, подобным людям, стать рабом для них, чтобы умереть за их грехи. Это великое смирение. Умеем ли мы так смиряться? Неужели мы не думаем, что Павлу нечего было сказать? Ему было что сказать, было что представить. Был хорошим оратором, мыслителем и так далее. Но он как Христос подвинулся в сторону и сказал, я стану на вашу руку, потому что это мудро. А в мудрости всегда есть смирение. Люди могли бы его ассоциировать с кем угодно, но он хотел, чтобы его люди ассоциировали только с Иисусом Христом. есть такие личности, которые хотят жить на публику, чтобы о них что-то подумали. Подумайте на мгновение. Что вы хотите, чтобы люди о вас подумали? Нет ли чего другого, лучше, чем если о тебе подумали, что вот это ученик Иисуса Христа? Вот этого, через этого человека я вижу Христа. Скажите, есть что-то более высокое, более почетное? Нет. Есть такие, которые, знаете, они полгода, полмесяца голодают, чтобы купить модную одежку. Чтобы их с кем-то ассоциировали. С модным миром, с богатым миром, не знаю, с каким. И люди посмотрели, посмеялись, пошли дальше. Как же меня твергли и так далее. Это не мудро, потому что это гордыня. Бог хочет, чтобы мы смирялись. При нашем, знаете, развитии, при нашем росте, при наших познаниях всегда есть искушение податься на какую-то такую человеческую прихоть, человеческую похоть, человеческую популярность, признательность, аплодисментом. Но смирение все это вытесняет. Он говорит, «Я предпочел быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Один из обманов современного мира сегодня это убедительные речи. Потому что в мире люди очень красноречивые, и они умеют красноречиво кого-то в чем-то убедить. в силу же учителя пользуются именно это. Какими-то нестандартными фразами. Я иногда не открою слушать, думаю, откуда он берет такие слова. Он говорит, «Мы говорим об одном и том же, просто я говорю это другими словами». А зачем? Для того, чтобы произвести впечатление, чтобы себе набрать каких-то последователей. и некоторые пользуются очень резкой речью, чтобы завлечь, а другие пользуются ласкательными словами. Но одно и то, и другое, как Павел говорит, что люди будут отворачивать свои уши от истины и будут искать людей, которые ласкали бы слух, приятно бы говорили их ушам. И такие готовы пообещать что угодно, но это не есть смирение. Я думаю, что люди верующие должны учиться говорить словами Божьими из Писания. Учиться думать и разговаривать категориями Божьими. Это надо себя смирить. Знаете, я тоже учился не один год и продолжаю учиться. Всегда, знаете, есть какое-то искушение придумать или найти какую-то фразу и этим чем-то убедить Бога. Нет, это не правильный. Божья сила, она является не в красноречии о измененной жизни людей. Вот если вы хотите видеть, где есть Божья сила, не надо искать что-то умное, разумное, такое, супер-супер, какое-то, что он никогда не слышал, наконец-то услышал. Нет, сила Божья явлена в измененной жизни. А измененная жизнь это жизнь смиренная перед Богом. Мы с вами можем быть проповедью Божьей, если мы позволяем Богу менять нашу жизнь. Подумайте только, люди, которые жили в Коринфе, это люди были порабощенные грехом, социально они раз... вообще это не 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 настолько были друг от друга далеки, одни бедные, другие богатые, на разных языках говорили, одни на другом языке, другие на другом, этнические, евреи, коринфяне, греки, римляне, кто бы на них. Вот Бог берет их и собирает в одной церкви, и они все начинают почему-то все это ставить на второй план. Уже язык не так важен. Уже дары, таланты, богатства не так важны. Важен Христос, который объединяет. Для этого нужна была мудрость. А так Божья мудрость, она имеет двухсмирения. Второе, Божья мудрость, она не от века сего. Она не от века сего. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, то есть проходящих, временное явление. Но проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли вы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. так апостол Павел говорит, что мы проповедуем мудрость. Мы с вами сегодня что делаем? Проповедуем мудрость. Эта мудрость во-первых должна быть смиренной, во-вторых она не от мира всего. Все, что мир сегодня предлагает, оно в корне отличается от того, что Бог предлагает. мы сейчас с вами посмотрим на него. Во-первых, грецкая мудрость она людская, она от властей. Она очень временна, потому что люди временные. В нашей стране за рубежом почему-то народ сегодня ориентируется на политиков, на бизнесменов, на каких-то богачей, на каких-то талантливых людях. Я вот часто смотрю и я ужасаюсь. Знаете, один актер Голливуда имеет намного больше влияния, чем некоторые даже политики. Вот он какую-то фразу, какую-то ерунду скажет, вообще подумает, бред просто. И там все газеты и все телевидение с ума сходят от того, что этот актер изредун даже, не просто сказал. Все уже там на ушах. вот, это же его мнение, а он всего лишь та всего актеришка. В прошлом знаете, кто были актеры? Да, греческое слово хупокритос. Лицемер, другими словами. Он всего лишь актеришка, которому оказывается просто много денег, летали, за то, чтобы он покривался красиво перед камерой. И часто вот это и есть, можно сказать, людская власть. В новостях его мнение чуть ли не уже все, все должны починиться этому. И мир просто в этой глупости утопает. Реально. Не имея божьего представления о жизни. Как я читал статью о том, что в Голландии есть большое разочарование сегодня. Знаете, в чем разочарование? В легализованной проституции. Они разочаровались. У них были такие большие ожидания всего этого. Там закончится секс-рабство, что женщина придет права и свободу, оказывается, никто там ничего не обрет. Ну, давно легализовано все это. И вот они в разочаровании, что же делать? Понимаете, это мирская, как Яков называет ее? Смирская, бесовская мудрость. Давайте грех сделаем официальным, доступным и будем ожидать, что его будет меньше. У нас сейчас в стране недавно дискуссия тоже была. Хотят развить сексуальное образование в школах. И мир думает, что это сделает меньшее количества подростков беременных. Девочки. Понимаете, какая чушь. Чем больше говоришь, тем больше они хотят это. Вспомни себя подростком. Это так. Раз уж мы разнулись с этой темой, позвольте мне привести одну статистику. Мирская мудрость, точнее глупость, мудрость в кавычках. Я как-то прочитал одну статью одного ученого, он не христианин, он сделал исследование такого вопроса, легализация усыновления детей в однополые семьи в Америке. И вот исследование, к которому он пришел, что дети, которых усыновили однополые семьи, ну это извращенцы, да, что уровень венерических заболеваний или уровень инфицирования на уровне 25% в этих семьях у этих детей. Когда в нормальных семьях это на уровне 8%. Подумайте, они берут детей, четверть из них будут чем-то болеть. Этот ученый также приводит такую статистику, что в гомосексуальных семьях уровень супружеской неверности 40%, 40%, когда в гетеросексуальных семьях 13%. психологические проблемы у детей в этих семьях доходят, только подумайте, 24% из них размышляют о самоубийстве. Четверть детей в этих семьях думают о том, как покончить с собой. Когда дети в сексуальных семьях это всего 5%. 20%. Ну, они говорят, что они все совершают самоубийство, но они думают об этом. Интересно, что примерно 19% из них обращаются к психотерапевту, то есть это люди, у которых уже огромнейшие душевные расстройства появляются. 31% из них в этих семьях 31% были эти дети были понуждаемы половому акту. Дети 31%. Люди сказали, мы дадим этим гомосексуалам, чтобы они усыновляли наших детей. Ну, там, мама с папой умерли, куда ребенка, давайте лучше туда дадим, там же вот такая прекрасная семья, два папы, две мамы, все будет замечательно. Треть из этих детей были понуждаемы против их воли, в том числе и со стороны родителей. Когда в случае с сексуальными нормальными семьями, это всего лишь 8%. 28% выходцев из таких семей это семьи, где родители являются безработными, сидят на пособиях государственных. Это лентяи. Это лентяи, которых надо отобрать кусок хлеба и отправить на работу. Они хотят, чтобы им давали деньги, они будут воспитывать детей. Расстройство сексуальной самоидентификации у этих детей очень велика. от 60-ти до 70-ти процентов у этих детей в таких семьях они не знают кто они, мальчики или девочки. Как вы думаете, почему они хотят совершить самоубийство? Все знают, они не знают. Все знают, в какой туалет эти в школе, они не знают даже, в какой туалет учатся. У них еще одна дурь сейчас создать третий или один общий туалет для всех. это уже породило массу проблем. Потому что мужчины начали заходить в туалет к женщинам, извините, что я говорю о таких вещах, куда ходят маленькие девочки и они там не читают сказки. Вот эта мудрость человеческая, я приму только один пример, только один пример, это мудрость мирская, в которой Бога, нет. И мир хочет быть мудрым по-своему. Не зря Яков называет это бесовской мудростью. Эта мудрость она приходящая, она временная. То есть когда эти люди приходят, они точно так же уходят, и все вот эти придуманные вещи, они тоже очень быстро уходят. Когда деньги заканчиваются, все быстро уходит, поверьте мне. Когда заканчивается финансирование государственное, тоже все изменяется. Потому что все поставлено именно на этих рельсах. Это великая глупость. Вчера или позавчера, когда появилось сообщение о смерти Фиделя Кастро. Знаете, что за смертью Фиделя Кастро люди провожают? Великий социализм. И все просто мечтают, чтобы эта страна наконец-то жила, зажила по-людски. У них жигули там 50 тысяч долларов стоят. Которые у нас на свалке никто не хочет их брать, извините. Вот такая там жизнь. Все временно люди пришли и ушли и вместе с ними тоже все уходит. Потому что это все связано с человеческой гордыней. Мы гордые, мы отстояли. Я просто слушал революционеры. Вот никто нас не склонил. Не важно, что здесь народ в нищете. Люди только мечтают свалить из этой страны, садятся на эти шлюпки, грибут веслами, добраться до этих вод Майами, чтобы их подобрала полиция водяная. Только чтобы не вернуться никогда в эту кубу. Но зато у них герои есть. Это людская мудрость. Я не говорю, что там церкви нет. Я не говорю, верующих людей сажают в фельгу и гнобят и убивают. Это людская мудрость, которую Бог называет глупостью самой большой. Мир проходит и Бог от его проходит, а исполняющий волю Божью пребывает во веку. Аминь. Когда-то Хрущев выступал по телевидению. Замалоежек не знаю, включает историю кто-то по Хрущеву. И он сказал, я вам по телевизору покажу последнего верующего. Пришло время, когда по телевизору показали Гроб с Хрущевым. Вы знаете, христианство и верующие люди есть в бывшем СССР по сей день. И процветает Церковь Божия, потому что человеческая мудрость, она все равно рано или поздно будет в белых тапочках. Божья мудрость, она вечна. Человеческая она проходящая. Мир проходит со своей похотью. Мирская мудрость, она распинает Иисуса Христа. Никто из властей сего века не познал ее написанное. И если бы познали, то не распяли бы Господа славу. Мудрость человеческая сметает все на своем пути. Ее не интересует никто и ничто и никогда. Она готова распять мудрость человеческая, то есть глупость. Глупость человеческая готова распять кого хотите. За что хотите? Я сегодня смотрю, в мире, по-моему, сегодня у животных даже больше прав, чем у людей. А, оно так. Давайте будем защищать собак, но зато придумаем, у нас молодой тоже такой есть, придумаем такие боксы, куда можно скидывать младенцев. Вот им человеческая кавычка мудрость. И только попробуй встать против этого, они тебя распутают. Они тебя распутают. Первосвященники Пилат, Иерат, Синедрион, люди, которые убили власть, деньги, влияние, которые формировали общество, общество, именно они отдали Христа на распятие. Именно они не простой народ, простой народ их поддержал, но именно они были инициаторами. Друзья мои, мы ни в коем случае не должны связывать свою надежду ни с этим миром, ни с красноречивыми людьми в этом мире. Наша единственная надежда это Иисус Христос. Аминь. Если мы хотим быть бодрыми людьми, вот он пример мудрости. это Христос. Это Иисус. Потому что все остальное это земная душевная и как Яков говорит бесовская мудрость. Мудрость бесов. Не любите мира не того, что в мире, говорит апостол Ян. Кто любит мир, в том нет любви больше. В том нет любви ручьи. Ибо все, что в мире это похоть плоти, это похоть ничего и гордость житейства. Там нет ничего смиренного. Мир проходит и похоть его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. и это все не от от отца, но от мира силы. Давайте мы будем правильно оценивать ценности нашей жизни. Не будем обманываться, не будем думать, что что-то где-то может нам что-то дать. Если мы не будем мудрыми по-божьему, мы будем мудрыми по вот этому мирскому, и вы посмотрите, как быстро эта мудрость обращается в глупость. Несколько слов о мудрости Божьей, которая от Бога. Павел говорит, мы проповедуем премудрость Божью. Знаете, Божья мудрость очень часто кажется глупой, непонятной, неудобной, непривлекательной, некрасивой, и очень часто она даже не удивляет никого. Да. Казалось, что тут такого, здесь нет ничего такого сверхъестественного. Однако Божья мудрость, она спасающая. Понимаете, она спасающая. Когда Христос висел на кресте Голгофа, эта картина была не самая приятная. Вы вообще видели распятого человека? это жуткая картина. Римляне распинали людей вообще на гиби. И когда человек висел на кресте, кроме того, что уливалась кровь, он страдал, кроме того, что человек задыхался вагоний был постоянный, с него выходило все, до этого он съел. Понимаете, это картина позора. Это не привлекающее. Рокисая писал, что пророчество от Иси он сказал, что мы отворачиваем его лицо с собой. Его лип был обезображен хуже любого лика человеческого. Такой Христос был привлекательным. Но вот это был Божий мудрый план для спасения нас, потому что мы должны были быть там за наши грехи. И Христос забыл наше место. Эта мудрость написана она тайная, но она была открыта, она была открыта верующим мудром. Мы проповедуем мудрость Божью тайную и сокровенную. Но как написано 9 стих, не видел того глаз, не слышал уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Только подумайте, как можно описать неверующему человеку Божьим прощением. Это можно только пережить. Как можно описать радость усыновлением в Семью Божью? Это можно только пережить. Как можно рассказать, что такое священие в жизни? Это можно только пережить. Как можно рассказать, что Бог простил мне грехи? Это можно только самому пережить. На ум такое даже не можно. Я помню, когда я был неверующим человеком, хоть и был религиозным, в семье верующих Я не знал, что такое охраждение с Богом, пока Бог не коснулся моего сердца. Мне из воскресения в воскресение казалось, что этим людям делать нечего. Что они ходят сами на собрания и меня туда тащат. Смотрю на всех остальных, думаю, я подросток был. Кому все это надо? Ладно, надо ходить, потому что мама с папой сказали. А когда ты переживаешь это в своей жизни, ты понимаешь, что у тебя даже на сердце никакая мысль не могла представить себе, что такое знать Бога. Написано, Бог нам открыл нечеловеческий опыт, не воображение, но Бог открывает. Когда человек открывает свое сердце Господу, Бог начинает изменять его, и тогда человек начинает понимать мудрость Божью. Это все равно, что можно много рассказывать, изучать космос, но если сам слетал туда, можно больше книги не читать. Ты был там, ты знаешь, что это такое. Можно много знать о Боге, но если у тебя нет личных взаимоотношений с Ним, это все равно, что читать книги про космос. Но если ты познал Бога как вечного Спасителя, ты знаешь, что это такое. Ты знаешь, что это такое. Мудрость Божья написана, она вечная. Бог предназначил ее прежде к созданию веков, к славе нашей. Послушайте, все, что предлагает мир, оно временное. А все, что предлагает Бог, оно вечно. Потому что природа мира, временная природа, природа Бога вечная. Мудрый человек, тот, который приходит к Богу и говорит, Господь, что ты хочешь мне дать, потому что ты вечный, ты мудрый, я хочу быть мудрым таким, как ты. Бог все предусмотрел от вечности и для вечности. Люди сейчас только что-то открывают, Бог все это знал заранее, Бог все это определил заранее. Один из моих любимых стихов, Псалом 138, 16 стих, когда Давид говорит о Боге, говорит, когда я еще был в утробе матери, зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Дайте Бог каждому из нас определил количество лет, дней, часов, секунд на этой земле. Вот такой вещь не было. Вы не проживете ни на секунду больше того, что Бог вам определил. Я не проживу ни на секунду больше. Вот такой наш Бог, мудрый, изначально все ставящий на свои места. Потому что Он вечный. Мудрость Божья, она несет славу верующим людям. Наша слава это не популярность, это не какие-то необыкновенные сверхъестественные вещи. Даже если сверхъестественные, они временные, они случились и прошли дальше. Это не развитие наших даров и способностей. Потому что это можно потерять, дары и способности. И это даже не в том, что будем с нами после смерти, хотя это тоже очень важно. Слава, о которой Бог говорит, она заключается в том, что такого грешника, как я, Бог сделал свое тело. И работает на твою жизнь, на твою сердце. Вот где слава Богу. Мы знаем все себя очень хорошо. Мы знаем на что мы способны и какие желания бурлят внутри нас. И если бы не Божья благодать, которая сдерживала все это, если бы только дали себе волю, то мы бы уничтожили себя за одно доверие. Которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Вот где Божья мудрость. Взять грешника и из него сделать святого. В Господе есть Духа, где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Другими словами, Павел говорит, это все равно, что человек смотрит в зеркало. И он смотрит какие есть изменения в нем физиологические. Когда мы смотрим на Господа, Бог изменяет нашу жизнь. И это слава Божья, а не наша. Когда-то Иоанн Креситель сказал такие слова, что Христу надо что делать? Прости, об Нем моляться. В лучшем слове. Когда каждый день мы в смирении приходим перед Богом и говорим, Господь, тебе надо во мне расти, а мне перед Тобой надо умоляться, надо смиряться, чтобы как можно меньше меня было, как можно больше тебя. Я перед проповедью всегда молюсь и говорю, Господу Господь, пусть это будут не мои слова, но Твои. Потому что мне надо умоляться, а тебе нужно возрастать. Ты должен сказать сердцам людей, а не я, потому что мои слова это всего лишь человеческие слова. Хотя есть третье. Божья мудрость, она от Духа Божьего. Она не от мира сего, она от Духа Божьего. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает в глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? И это правда. Вы только знаете себя. Никто посторонний не может о вас что-то сказать. Написано так же и Божьего Духа. Никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть Бога лучше всего знает только Дух Божий. Но мы приняли не Духа, а мира сего от Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что душевный это просто неверующий человек. Потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов. Мудрость Божия дана только тем, кто имеет Дух Святой. Человек без Господа мудрым стать не может. Без Духа Святого мудрым невозможно быть. Потому что эта мудрость она в Боге. И только когда Бог живет в сердце человека, тогда эта мудрость может раскрыться в самом человеке. Вот о чем этот текст. Что мудрость Божия она только в Духе Святом. Бог открыл нам Духом Святым, если Дух Святой живет в сердце человека. И Павел здесь объясняет немножко эту доктрину. Человек, который уверовал в Иисуса Христа, тот имеет Дух Божий. Кто не уверовал, тот не имеет Духа Божьего. Он думает, что он знает, но на самом деле он не знает Господа. Дух Святой это Бог. Это Бог, который проницает все. Который проницает не только человека, но который проницает Господа. Потому что он сам является Богом. И он дает знания тем, ком он живет. Имеешь ли ты Духа Святого? Это вопрос, ответ на который определяет твою вечность Дух Дорогой. Если ты имеешь Дух Святой, то тебе нужно смириться перед Богом, чтобы Бог начал умудрять тебя. Если же ты не имеешь Духа Святого, тебе никто не сможет помочь. И это великое преимущество, которое люди верующие имеют перед этим миром. Мир не имеет Духа Божьего, поэтому он думает, что он глупый, но на самом деле он глупый. Кто Духа Христова и не имеет, тот и не Его, написано в книге Библии. Религия, обряды, куда-то хождение, знаете, покупка новых Библии ничего не решает. Если Дух Святой не живет в сердце человека, мы можем всю жизнь просидеть вот здесь, в Москве, в церкви. И потом пойти в ад навечно. Потому что мы так и не позволили Богу войти в нашу жизнь. Но мы приняли не Духа Мира Силу, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Когда Бог входит в сердце человека, Духом Святым, тогда в жизни начинаются настоящие перемены. Дух Мира Силу – это Дух Дьявола, Антихриста – это Дух Противления, Неповиновения Господу. В конце концов, это все заканчивается вечной погибелью. Дух Божий ведет человека к самому Господу. И вы знаете, эти две вещи, они не сопоставимы никак. Это как кушать соль и сахар одновременно. Иисус Христос при Своей жизни говорил о Духе Святом. Я говорю, что когда придет Дух Святой, Он обличит мир о грехе и о правде и о суде. Послушайте, Дух Святой сегодня не говорит этому миру – молодец. Дух Святой обличает людей и говорит, вам надо покаяться, вам надо примириться с Богом, вам надо поверить в Иисуса Христа. Это служение Духа Святого. В этом есть мудрость, которую Бог открывает даже каждому человеку в покаянии перед Господом. Дух Святой учит тех, в ком Он живет. Павел говорит, мы возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Человек, который имеет Духа Святого, Бог его учит всегда. Как правильно, где правильно, как надо что делать. Даже когда человек не знает, когда Бог дает ему мудрость, свою мудрость. Вы знаете, какие ситуации нет в нашей жизни? Когда ты не знал, что делать, но Бог тебе давал мудрость в определенный момент. Мы хотим, Господи, так, чтобы всегда так было, надо смиряться и всегда так будет. Дух Святой – это тот, который производит разницу. Душевный человек не принимает ничего из того, что от Духа Божьего. Он считает все это безумие. Интересно, когда с неверующими людьми разговариваешь, один из первых вопросов – «А что вам там нельзя делать?» Мне хочется всегда ответить, я тебе расскажу, что нам можно делать. Мне можно быть верным своей жене. У вас гулять нельзя? Нет, у нас можно быть верным своей жене. Бог дает силы к этому и желаниям. У вас там нельзя матом ругаться? Нет. Нам можно благословлять словами другими людьми. Вам нельзя обманывать? Нет. Нам можно и мы хотим быть честными людьми. А вам то нельзя? Слушай, это не вопрос в том, что нельзя. Это вопрос в том, что Бог хочет для тебя, и что Бог тебе дает силы к тому, чтобы это делать. Видите, какая разница? Какая великая разница, когда ты приходишь к Богу, и Бог делает тебя Своим Детем? Ты начинаешь на все смотреть по-другому. Божьими очами. Духовный судит о всем. О нем судить никто не может. Не зря написано, что церковь будет за Христом судить этот мир. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить Его? А мы имеем ум Христов. Вы знаете, вот эта фраза, мы имеем ум Христов, она не должна сделать нас гордыми людьми. Все, я думаю как Иисус. У меня все в порядке. Нет. Смысл не в этом. Смысл в том, что когда ты смиряешься перед Богом, Бог способен свою мудрость через тебя явить. И ты даже в такие моменты не думаешь, я умный как Иисус. Нет. Ты просто сокрушаешься перед Ним и удивляешься, что Бог хоть что-то мог сделать через тебя в этой жизни. Зная свою греховность перед Ним. Я буду заканчивать. Я бы хотел, чтобы мы сейчас подумали об Ивангелии. Человек может быть очень хорошим, без привычек, греховных, без зависимости. Но быть всего лишь навсего душевным человеком. Вот Он хороший. Ему Иисус не нужен, по его мнению. Он хороший идет в ад. Хороший умеет Бога Божия. Потому что не признает себя грешным. Потому что не считает, что Бог Ему нужен. Потому что говорит, что у Него все в порядке. Мы же знаем, что внутри Него происходит. Мы же такие же люди. Когда мы слышим Евангелие, когда мы слышим о том, что Бог полюбил нас до смерти и смерти крестной. Мы же понимаем, почему Бог нас до смерти крестной полюбил. Да потому что по-другому человеку нельзя полюбить. Он грешный, заслуживает наказания. Мы с вами заслуживаем наказание за наши грехи, за наши грешные мысли и желания. И Бог говорит, я люблю этих людей. Глупостью будет ничего не сделать для них. А мудро будет что-то сделать для человека. И Бог говорит, вот мой мудрый план. Мой сын, который все это сотворил, пойдет на эту землю. Грешный. Он покажет, как любить надо. Да и Он будет любить людей. И Он умрет за их грехи. Вместо них, чтобы они имели возможность покаяться. Потому что без пролития крови нет прощения написанных. За грехи должна была пролиться чья-то кровь. Или наша, или Господь. И Господь пролил свою кровь за наши грехи. Это Божья мудрость. Она смиренная. Она очень смиренная. Она не от мира сего. Потому что, когда Христос был на земле, мир говорил, давай, стань царем. Сейчас. Вот возможность. Ученики там планировали царство небесное на земле развить. И Христос говорил, нет. Мое царство не от мира сего. Мое царство это царство Божие. Поэтому мое ободрение сегодня каждому из нас. Быть мудрыми по Божьему. Не по-человечески, а по Божьему. Это означает, что нужно начинать с чего? С осмирения. Да. С осмирения. Если хотите, чтобы кто-то что-то о вас знал, пусть они знают, что есть. Вы знаете Христа и плечом распятого. Это мудрость. Не надо никогда искать мудрости в этом мире. Там ее нет. Мудрость Божия отсутствует. Там есть человеческие какие-то моменты, человеческие планы, фантазия человеческая. Но не Божья мудрость. Мудрость дает только Дух Святой. Если он живет твоим сердцем. Самый важный вопрос для тех, кто не знает Господа. Что вы дальше собираетесь разбираться, если вы не знаете Господа? Самое лучшее, что можно сделать, это покаяться перед Господом и принять Его как личного Спасителя. Спасибо. Спасибо.